Ночной клуб Чикаго Привет! С вами молодежная программа Портал и я ее ведущая Карина Ахтямова. Сегодня наш эфир мы начнем с разговора о семейных ценностях. Вот лично для меня семья это мама, папа, близкие, родные. Как хорошо, когда они у тебя есть, но это мое мнение. А как думаете вы, что такое настоящая крепкая семья? Это значит, когда люди любят друг друга, уважают, ценят, любят своих детей, всегда взаимопонимание в семье, всегда все делают вместе и никогда друг друга не бросают. Ну, наверное, то, чтобы в семье было понимание, доверие, будет крепкая семья. Понимание между женой и мужем, я так думаю. Внимание, забота и самое главное, любовь. А вот что говорит о семье энциклопедия мудрых мыслей. Семья – это поддержка, опора и вообще маленький мир, в котором живете только вы и ваши близкие. Семья – это искоренение своих дурных привычек и приобретение общих полезных. Последнее высказывание подтвердили участники шестого областного фестиваля «Молодая семья-2012». Мальчишки, девчонки и их родители собрались осенним субботним днем на базе оздоровительного лагеря «Энергетик». Нет, не отдыхать, себя показать. Молодые семьи съехались из 16 городов и районов области, чтобы в честной творческой борьбе завоевать титул лучший. В этом году у фестиваля была изюминка. Мы когда начинали, в семье был один ребенок, двое детей. Такое количество многодетных семей, как в этом году, не было у нас никогда. То есть вот 16 семей, 76 участников. Посчитайте, сколько же детей, сколько членов семей. То есть это вот то, что в конкурсе все больше и больше принимают участие многодетные семьи. Конечно, это очень приятно для нас. На конкурсную площадку областного центра вышли победители отборочных туров, которые проходили в районах. Выступление всех команд было на высшем уровне. Кто-то рассказал о своей семье стихами, а кто-то показал целое представление с костюмами, песнями и танцами. Любите, стремите счастье, которое оставится в судье. Жюри оценивало креативный подход к конкурсу. В программе фестиваля было 16 номинаций. Верность семейным традициям, бесценный опыт, уважение и верность, смекалка и находчивость, мастера импровизации, веселая семейка, гармония любви и так далее. Семья Полоумовых стала обладательницей диплома «Тепло домашнего очага». И не мудрено, они представили целую выставку своих работ. Мы женаты уже почти 16 лет, все время стараемся все делать вместе, участвуем во всех конкурсах, во всех мероприятиях. Чтобы не было дома скучно, занимаемся вечерами и творчеством. Получается, что иногда даже совместно. Папа помогает, сын тоже, дочка. Без подарков с фестиваля не уехал никто. Ведь каждая семья достойно проявила себя в той или иной номинации. Взрослым вручали микроволновые печи и пылесосы, мальчишкам мечи и девчонкам кукол. А вот обладателями главного приза ЖК «Телевизора» стала семья Акмурзиевых из Оренбурга. Именно они признаны лучшей семьей области в этом году. Я гордость чувствую за своих детей. Я вот очень рада, что мои дети увидели те дни, в которые мы отдыхали в санатории «Энергетик», что они увидели этот санаторий, что они почувствовали эту обстановку. Ну и благодарна папе нашему. Цель проведения такого мероприятия – укрепление института семьи и сохранение традиций. Организаторы Управления молодежной политики Оренбургской области и государственные учреждения Региональное агентство молодежных программ и проектов ждут новых участников на будущий год. Продолжаем тему конкурсов. Старшее поколение наверняка помнит эти строки из песни Александра Градского. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно светной пожар, песен, как ты, горяк. Они не канули в прошлое. Они вдохновляют и современную молодежь. Фирменные куртки, флаги, эмблемы и горящие энтузиазмом глаза. Все это мы увидели на соревнованиях студенческих молодежных отрядов нашей области. Если ты работал в детском оздоровительном лагере больше двух лет, тебе открыта дорога в студенческие отряды. Появились они совсем недавно, в 2011 году, на базе высших и среднеспециальных учебных заведений Оренбургской области. Тех, кто вступил в отряд, называют вожатыми. Их миссия – вести вперед, дарить детям свое сердце и умения. Но главное – всегда быть веселым и находчивым. Стать бойцом студенческого педагогического отряда – это значит начать очень интересную жизнь. В отряде очень интересно. На самом деле я нашла там очень много друзей. И вот я раньше все переживала, что у меня нет хобби. А потом, когда пришла в отряд, поняла, что студенческие отряды – это то, что мне нужно. Студенческие педагогические отряды области соревнуются на звание «Лучшего», выражаясь спортивным языком как в общем зачете, так и индивидуально. Проходит конкурс на лучший студенческий педагогический отряд Оренбургской области и на лучшего бойца студенческих отрядов Оренбургской области. Конкурс проводится в два этапа. Первый – заочный. Его победители выходят в финал. На этот раз ими стали три отряда – «Крылья», «Выше крыши» и «Молния». На очередном этапе перед вожатыми стояла непростая задача. Ребята сегодня будут защищать профильную смену. Проект профильной смены, по которому они планируют работать в 2013 году. Ну и будут представлять визитку отряда, показывать творческий номер, на что они способны. Способными участники оказались чрезвычайно. Показали жюри и экшен, и сказку. Лучшими признанный отряд «Крылья» и его боец Олег Фролов. А теперь давайте поговорим об искусстве. Вопрос. Как вы думаете, что такое танец? Страсть. Выражение самого себя, наверное. Ну это движение в ритме музыки. Я считаю, что танец, танцем надо жить, танец помогает жить. Мера выражения своих эмоций через движение тела. Такую характеристику дали вы. А теперь вновь обратимся к мудрым мыслям. Танец – это вертикальное выражение горизонтального желания. Танец – это маленькая модель жизни в несколько минут, со своими эмоциями и переживаниями. Про героев нашего следующего репортажа можно смело сказать. С ними можно потанцевать о чем угодно. Остановить прекрасное мгновение танца решила оренбургская креативная молодежь. Совместить фотографию с хореографией. И превратить в конкурс под красивым названием «Танцующий Оренбург». Идею организаторы подсмотрели. Здесь была выставка «Танцующий Петербург», которую организовывала моя студия. Мы делали флэшмоб с моей командой. Нам понравилась эта идея. Я списалась с Соколовским, фотографом из Петербурга, который делал. Он нам дал добро на все это дело. Ему наоборот даже понравилось, что появились последователи. Мы на самом деле взяли только слово «танцующий Оренбург». Креативный подход к идее сделал наш конкурс вполне самостоятельным событием в молодежной жизни Оренбурга. Талантливых фотохудожников у нас оказалось предостаточно, равно как и танцоров. А потому взаимовыгодных творческих тандемов получилось довольно много. Участников было много. В общем, количество около 10 команд работало. Ребята за неделю должны были все это сделать, организовать фотосессию, найти какие-то костюмы, реализовать свою идею. Лучшие фотоработы вышли в финал. Победителей выбирали прямо на выставке. Голоса опускали в специальный ящик. Вообще, мероприятие превратилось в настоящий праздник с мимами, разрисованными лицами и, конечно же, танцами. Но главный сюрприз был впереди. Танцующий Оренбург посетили гости из далекой Аргентины. Молодая пара не только подготовила номер, но и в течение нескольких дней давала в нашем городе мастер-классы. Среди гостей мероприятия проводился опрос, нужны ли в нашем городе подобные события. И все как один ответили, конечно. Единственное пожелание – побольше фото. Но это же был первый подобный конкурс. Спасибо организаторам. Мероприятие проходит при поддержке Управления молодежной политикой администрации города Оренбурга и Муниципально-автономного учреждения молодежного центра города Оренбурга. Городской молодежный интернет-портал молодоленбург.рф является реализатором идеи, с которой к нам пришли студия танца «Эсперенс». Победителем стал творческий союз молодого фотографа Эрика Тина и хореографического коллектива «Иные». Это действительно шедевры. Так держать. Хорошо танцуют люди волевые, с желанием постичь это искусство. Вообще своих целей достигают сильные люди. И герой нашей рубрики «Портрет» относится к той категории человечества, которую не останавливают никакие преграды, и они добиваются успеха. Их встречают здесь как родных, что совсем неудивительно. Павел Полтавцев – студент пятого курса Института физкультуры и спорта УГПУ. Его тренер Ольга Байдалова – выпускница этого учебного заведения. К победе в Лондоне спортивный тандем из Новотроицка шел не один год. Сначала немалых результатов достигли в здоровом плавании. Не растерялись и позже, когда пришлось перейти в Паралимпийское. В том классе, где плавает Павел, спортсмен очень высокого класса, и результаты показывают, они очень высокие, достойные соперники, там очень серьезные. Когда ты начинаешь работать с человеком, самое главное – найти подход, да, найти какие-то там сильные его стороны, слабые стороны, и уметь как-то подстроиться друг к другу, чтобы не мешало, допустим, этой работе. Пока спортсмены-тренер отвечают на вопросы студентов и педагогов, они сами не упускают возможности подержать в руках медали Паралимпиады. Первой завоеванной наградой в Лондоне стала бронза, которую полтавца взял в эстафете 4 по 100 вольным стилем. Затем золото на дистанции 100 метров брасом. И серебро в комбинированной эстафете, где российская команда уступила китайцам всего лишь 4 сотых секунды. Сегодня в этой учебной аудитории вопросы звучат и о жизни личной. Студенты интересуются, остается ли у паралимпийского чемпиона время на отдых и совместимы ли с большим спортом вредные привычки. А это уже практически сугубо мужской разговор. Речь заходит о девушках. Девушки, кстати, на самом деле иногда выносят мозг, я думаю, многие меня поймут. И в самый ненужный момент. Так что, как бы, это одна из причин, которая может оттягивать результат, если чисто смотреть спортивный результат. Как долго вы планируете заниматься спортивной деятельностью? О ваших планах на будущее? Когда я прилетел, у меня первый вопрос такой, ну, который, может, он не первый был, но он мне больше всего запомнился. Доплаваешь ли ты до Бразилии? Черт меня задернул сказать «да». Придется плавать до Бразилии. Такие планы. А там посмотрим. Среди участников встречи немало студентов младших курсов, которым, конечно, хочется узнать секрет успеха паралимпийского чемпиона. Совет Павла Полтавцева начинающим спортсменам лаконичен. Терпеть. Переборешь себя, переборешь всех. Время неумолимо летит вперед. И у нас осталось всего несколько минут, чтобы познакомить вас с новостями. 13 и 14 октября в ДК «Молодежный» состоятся полуфиналы открытой Оренбургской лиги КВН. За право называться самой веселой и находчивой будут бороться 10 команд из Оренбурга, Орска, Бердянки и Кумертау. С 15 по 19 октября в Оренбурге пройдет семинар для руководителей молодежных избирательных компаний второго созыва. А затем 25 октября пройдет акция «Правовая культура как основа электоральной активности молодежи», организованная совместно с избиркомом Оренбургской области. Ее цель – повышение правовой культуры молодежи. ТВ-шоу «Новое движение» снова объявляет кастинг, и на этот раз по всей стране. Битва за первый приз предстоит нешуточная. По итогам кастинга в основной конкурс попадут 36 участников, а в финале встретятся только 9. Победитель «Нового движения» получит приз 100 тысяч рублей. Заявки принимаются до 16 ноября на сайте orinshow.ru. Участники из соседних регионов и городов области будут отбираться заочно, а в Оренбурге 18 и 19 ноября пройдет первый отборочный тур «Нового движения». На днях в редакции детской газеты «ДОК» собрались организаторы областного фестиваля молодых журналистов «Тужурка». За плечами этих ребят опыт работы как в школьных газетах, так и в серьезных изданиях. Уже скоро они будут встречать юнкоров из самых отдаленных уголков области на фестивале, который уже 20 лет собирает вокруг себя талантливых школьников и помогает им освоиться в профессии журналиста. А пока организаторы отсматривают портфолио участников областного конкурса лидеров детской прессы «Ступени», финал которого пройдет в рамках фестиваля. Из 20 работ, присланных школьниками Оренбургия, выберут 5 наиболее интересных и пригласят авторов на «Тужурку», где будет определен лучший редактор школьных СМИ. «Тужурка бы не состоялась и не состоится, конечно, без наших хелперов. Хелперы – это вожатые, так они называются в нашем фестивале. В состав нашего педагогического отряда входят как студенты, так и старшеклассники. Будет 80 ребят со всей области, и я думаю, они запомнят фестиваль надолго. Нововведения – это гости с регионов. У нас будут гости с Москвы, с Петербурга, с Чебоксар. Они приедут к нам с мастер-классами». Подготовка к фестивалю – это не только просмотр портфолио и организация мастер-классов, но и развлекательная программа. Ведь начинающие корреспонденты едут на «Тужурку» не только учиться, но и отдыхать. На сегодня все. Смотрите нас в интернете на сайте orininform.ru С вами была Карина Ахтямова и программа «Портал». Увидимся! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok